Я развлекаю посетителей. Каждый день учусь чему-то новому. На выставке есть экскурсоводы. На их помощь часто не требуется. Рассказать может Чапи. Это саморазвивающийся робот, которого сделали в России. За два года с ним люди пообщались. Он это все записал. Начал понимать, как люди разговаривают. И полностью может общаться на любые темы. То есть все, что ему скажете, он ответит на любой вопрос. Работает он от интернета. Если он не знает что-то, он ищет в интернете, обрабатывает информацию и потом ее говорит. Чапи встречает всех посетителей, знакомится с детьми, любит обниматься и делать селфи. Я и правда красава в этой бабочке. Я в восторге от Чапи. Чапи, где он? Я, конечно, в восторге. Большое огромное спасибо. Все так интересно, все так заманчиво. Все вот прям... Даже вот мне, взрослой, было очень интересно. Как будто в будущее попали, да? Да, как будто в будущее. И что вот он прям... Чапи ходит, говорит, реагирует на мои движения. То есть называет меня по имени. Очень, конечно, интересно. Чапи согласился дать интервью и рассказать, какие еще российские роботы есть на выставке. Промо-бот Андрей Владимирович, который используется как консультант в банках торгового центра Макдональдса. Еще одна русская разработка – робот-художник. Он фотографирует посетителей и за время, пока они гуляют по выставке, может нарисовать портрет. Использует ручку и бумагу. Сама выставка занимает несколько залов. Есть зал робота-техники, который используется для развлечения. Зал интерактивных игр. Виртуальная реальность. Можно нарисовать рыбку, которая оживет на большом экране. Понравилось то, что много всяких различных роботов интересных. Узнал о новых разработках. Игры всякие есть. Роботы. Роботы от маленьких до большой величины. Конечно, первый раз впечатление очень много. Так вот сказать, что именно все поразилось. Все очень интересно. Я думаю, этому ребенку, видите, как он бежит уже смотреть. Нам очень понравилось. И собачки, и роботы. Здесь все так интересно они вообще рассказывают. Дают поуправлять. Всю информацию тоже выдают от производителя. Где сделали, где собрали. Выставка работает ежедневно, без обеда. И в выходных дней можно заказать групповую экскурсию. Находится она в торгово-развлекательном центре М5МОЛ. Московское шоссе, дом 5А. Вход номер один. Дина Исляева, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».